Так как же поработать со мной? Это очень просто, если вы хотите слышать музыку, а я ее слышу. Дело в том, что началось это достаточно давно, с концов 80-х годов прошлого века, я музыку слышал. А потом была хорошая аппаратура, Эстония, и тут таких вещей в городе две штуки-то и было. То есть мы многим чем занимались, а нормальных людей со слухом оказалось не так уж и много. То есть, если что надо, обращайтесь ко мне. Тут вопрос ведь в чем заключается? Я же вам не скажу, что надо покупать все подряд. Хотя, если мы купим все подряд, я настрою. Но надо купить для меня, естественно. А почему мы сегодня говорим о кафе Султан, который располагается здесь, на Тридат 43А? Да потому, что мы сегодня и сейчас поставили здесь нашу музыку, ту самую мощницкую. И вместе с вами позволяем вам расслабиться. А сегодня мы еще и сделаем то, что вам не дают другие вещи. То есть мы сегодня попробуем мяско в разряде шашлыка. Ну что, шашлык? Да, шашлык и фирменный. И вот я как-то говорил, что кроме Лехи Члейкина в городе Манитогорске никто шашлыками не занимается. Немножко неправильно я говорил. Потому как есть люди, которые занимаются шашлыками, да. И они это делают очень классно. Вот мы приехали сюда на Труда 43А в кафе Султан, для того, чтобы вам показать, как здесь готовят тот самый шашлык. Дело в том, что здесь этот шашлык готовили и летом. И вы видели, как на улице здесь было место такое хорошенькое. Но вы же должны понять, с каким удовольствием можно этот шашлычок-то покушать. Особенно после того, как неделю сидишь на химии. Итак, первонаперво, нежнейшее мяско. Закатываем и получаем. С ног сшибательным удовольствием. А вот для чего мяско. Да под музычку. Ну, естественно, мы воткнули музычку. Для того, чтобы вы поняли. Сегодня и сейчас кафе Султан просто ждет вас. И кусили мега шашлыка. Познакомились с девушками. Пасуставались. Ну, если честно, почему я так вот в большом количестве и с офигенным удовольствием слушаю это все? А потому, что здесь стоит моя музыка. Помните, да? Когда такое было? Пафе Советский Союз. Потом оно рухнуло после того, как мне сказали, что там цена аренды в два раза вырастет. А мы не рухнули. Все, что нужно было, мы для вас здесь организовали. Кафе Султан. Труда 43А. А хотите узнать, как фирма Челейкина? Тогда смотрите это все в следующей передаче. Ну, а в действительности вы подумайте, сколько годного. Хорошее, большое блюдо. Недорогие цены. Качественный уровень. А еще здесь очень хорошо готовят такие замечательные вещи, как Новый год. Здесь очень хорошо. Также вы можете не торопясь в должной обстановке заказать свадебку или просто погулять. И вам главное понять, что нету слова кризис. Нету его. Кризис только в мозгах. Нормальные люди вместо кризиса и вместе с кризисом просто кушают, как нормальные люди. Представляете? 220 рублей и можно без алкоголя. Хотя некоторым все-таки здесь необходимо расслабиться. Кушайте, получайте удовольствие и забывайте о том, что где-то рядом у вас есть дом, в котором вы настолько вкусно точно не покушаете. Это же вот ведь как получается. Программа автостоп как-то расклонированная в количестве 7. То есть, представляете, да? Сначала была программа автостопа, а потом вот там-сям-сям и все подумали, что дяде Леша все хорошо и прекрасно и вот вслед за ним все будет так же шикарно. И даже была программка осенизатор, в смысле другая она была, но я и так ее назвал, которая тоже что-то попыталась найти. Но ничего не получилось, все крякнули, естественно. Вот. И у кафе Султан есть тоже люди, которые примерно так же зовутся. но кафе Султан это не кафе другое. Оно располагается здесь на труда 43А. И в кафе Султан вы прекрасно покушаете тот замечательный шашлык, который я вам уже объяснил. Вот. А еще, а еще, кстати, не только шашлыком тут люди-то и занимаются. То есть, мы кушали шашлык со своей супругой, а вот люди в другом-то месте праздновали день рождения. В смысле, день рождения, это было, называется, встреча выпускников. Вот. После этого им попросили поставить музыку. Я ее, естественно, сделал. И это было максимальное удовольствие для тех людей, которые закончили свою школу аж 35 лет назад. Нормально получилось, да? Вот. То есть, вы должны понимать, что приезжая сюда, скоро здесь будет время с 5 до 5, вы постоянно будете ощущать максимальный аромат. И в том числе и звука.